Психология и молитва. Досмотрите это видео до конца, потому что по его названию сложно понять, что будет в завершении. Молитва – это увещевание мыслей. Утром, днем и вечером человек вдалбливает себе в голову какую-то идею, постоянно ее проговаривая вслух и прокручивая в своей голове. Также работает реклама. Это формирование предпочтения мнения путем многократного повторения одной и той же информации, как это работает в психологии отношений. Когда вы озвучиваете свою проблему, постоянно о ней говорите, как правило, тупо жалуетесь всем и везде под всеми постами в комментариях, пишите об этом, вы эту свою проблему делаете реальной и глобальной. То есть обидел вас один человек, вы уже начинаете думать, что все такие. И вот здесь происходит интересное. Вы буквально создаете свою реальность в соответствии с теми убеждениями и установками, которые в своей голове создали. Ваша психика всю вашу жизнь подстраивает под ту картинку мира, которую вы себе нарисовали. Вы начинаете делать выборы, которые вас к этому бы пригодили. Поэтому, если женщина считает, что все мужчины изменяют, на подсознательном уровне она выберет именно гулящего мужчину, который обязательно ее предаст. И она скажет, ну посмотрите, я же была права, я же говорила. Поэтому перестаньте на это молиться и жаловаться. Начните уже наконец-то что-то решать.